здравствуйте дмитрий еще раз что это с вами такое делают расскажите у меня расчет отцепили мне вот обязательно обязательно нужен мне микрофон чтобы меня было слышно потому что там же кругом знатоки и меня бывает не слышно вот наш звукоинженер да дарья даша дальше мне всегда прицепляет и отцепляет поэтому я собственно говоря этому рад светитесь потому что команда телезрители выиграла причем на последнем вопросе блица какой какой драматический всегда сюжет у игр команды балаша косумова согласны ну драматически конечно слушайте но на самом деле вообще сама игра что где когда прямой эфир нерв это же всегда определенный элемент драматургии здесь есть честно говоря я конечно мог повысить этот уровень драматургии сказал что нет приветственные поклоны друг другу и поклоняются друг другу это разные вещи но решил уже как бы и и не пожалел и не пожалею подобных вещах вы не были еще замечены за тот год что вы к нам приходите да нет ну послушайте очень грамотно судите и я не знаю насколько грамотно понимаете там все равно склад определенный контент давление и ты не знаешь подчас когда ты какой-то точки зрения я стараюсь быть объективным но вы знаете когда то есть разница между субъективностью и объективность она же не такая уж большая и умному человеку всегда несложно подвинуть эту границу туда куда ему нужно я сейчас не про себя а я про то что когда ты начинаешь но взвешивать точку зрения знатоков точку то что правильный ответ что имел в виду телезрителей у меня было желание знаете сказать лучший вопрос это рыба решил же ну это будет слишком наверное с слишком большой сарказм в этом карикатурно да о спасибо большое слишком карикатурно вы знаете вы мне сказали сегодня про конкурсы частицов и я сказал что да я читал мусы джалиля костер над обрывом к ужасу пошел от вас вспомнил что я вернее как и вспомнил что я забыл я реально не сообразил а потом 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 вдруг знаете уже стою на игре и у меня начинают какие-то обрывки и выстрела раздался резкий звук прервав проклятие что вырвалась у женщина одной ребенок мальчуган больной головку спрятал в складках платья еще не старой женщины она смотрела ужаса полна не в силах потерять рассудка все понял понял все малютка я только там вспомнил представляете хотя стих читал страшно подумать в шестом классе вот удивительно не но очень сильный у меня я я когда читал этот стих комиссия который у нас при принимала все плакали я сам я сам даже немножко тоже прослезился нет там про войну там это про расстрел очень очень такой страшный стих когда их вывели начинают расстрелить не сегодня не сегодня 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 мы выиграли команда телезрителей команда победителей спасибо спасибо дмитрий здравствуйте андрей еще раз что вы то расстроена конечно ну да ну что то не собрались надо было икру брать я с чукотки сам я этот вопрос прям знал я помню как это мы делали этой икрой все замазывали все детстве там живет некуда девать вот икра икнулась в конце и самое смешное что я похоже и про скафандр это что-то помню нек они бы не переломили игру ну не хватит ему фляж наверняка знали я не знал про камуфляж нет это прямо это озарение за столом это я не знал про скафандр что-то помню но ну икру точно знал как они боролись до последнего до сблиться очень красиво с точки зрения как бы драматургия игра прекрасно жаль продули что-то сказали после игры вот сейчас нет а чего они обычно не говорите ничего они умные все понимающие люди чем сейчас кстати ребята не переживайте проиграли проиграли 13 сектор странный вот я никогда его не люблю потому что вопрос ну типа рыба в воде действительно и чего вот для знатоков вопрос что это там воде рыба мать честная телезрители что хотят спрашивать то они и спрашивают это факт но у меня может быть свое отношение к вопросам они 18 уже лет назад как раз 13 сектор появился и он был введен как модель игры что где когда в будущем вот будущее наступило практически да а то есть предполагалось что в будущем все вопросы будут присылаться в прямом эфире ну когда-нибудь может быть я думаю при модерации нужно конечно потому что не я принял что такой немножко элемент хаоса в 13 сектор пусть он ну наверное это не мне решать но при модерации нужно иначе мы тут нам надо задают вопрос в прямом эфире а мы будем в википедии отвечать тогда вопросы приходят прямой эфир знатоки с телефонами википедии считать это отвечает вот такая хорошо что 12 вопросов все-таки готовятся нашими редакторами спасибо да спасибо андрей пожалуйста олесь ребятки мы здесь всем привет еще раз привет привет вы со стасом миреминским пожали друг другу руку руки когда дальнозорки уважаемые наши друзья и на самом деле просто стас догадался про скафандр и меня этим на байконур там даже там даже можно было эти все соколы и кречета потрогать в некоторых даже забраться так что да стас был на байконуре и знал про скафандр и мы пожали руки смысле что вот мы догадались до этого еще даже до объявления правильного ответа потому что косумов проиграл понять мы наоборот как раз и до игры говорили сейчас то же самое то есть лучше бы они 65 в игры психоэмоциональный фон был бы намного для нас более комфортными слабо не сегодня победили поэтому мы совершенно искренне все правильно сказал господин ведущий до счета 5 мы еще немножко сомневались за кого переживать но когда уже стал счет 5 дней в пользу знаков конечно мы за них переживали всей душой и вопросы понравились сегодня вера раз был классный метро про карту про метро хорошее сравнение такое актуальное классно когда есть метафоры про что-то новое про то что появляется это значит что вот такое искусство поэтическое она тоже живет и там не все пушкиным ограничивается так что вот мне классный вопрос и балаш его хорошо взял то есть я не знаю как то вот мы команды обсуждали нам как-то весь пакет понравился абсолютно хороший у нас очень хорошо взял да про икру я догадался минуту убеждал команду что это икра в основном не верила всячески но выбрали бы мы икру или нет мы наверное бы выбрали потому что нас такая легкая авторитарность присутствует госпожа соловей что понравилось мне тоже переносы вопрос про игру если бы читались про него не сказала я бы напомнила что был очень крутой вопрос который я скорее отмечал криз манку или гречку они были все за манку скажи вот вы как за креслами стоя сыграли сегодня сколько очков взяли там же очень много зависело именно от выбора капитана это тоже должен говорить что он выбирать ну то есть мы придумывали версии но где гарантия и команда игравший за столом тоже придумывал версии почти на все вопросы поэтому как можно сказать чтобы из этого мы ответили что нет про гонку очень красивый на мой взгляд вопрос и приду мы также команды спросил же алиса да мы на 10 секунде обсуждения закрыли вопрос зевком обсудив все виды волн как-то звуковых вот не дошли про клоунов который скипский взял очень хороший вопрос тоже мне кажется один шанс вспомнить да да наверное но команда быстро быстрее нас образил миша очень быстро сказал но я думаю мы могли бы да у нас михаил малкин стесняет стесняется но скажем слух он просто знал эту историю я просто не могу машине вспомнил может короче поэтому сложно сказать всегда мы сравниваем не на минуте а вот там между миша сразу сказал понятно что уже нет смысла обсуждать после этого хотелось бы отметить михаил скипский блестяще играет вообще его почему-то не часто называют когда звучит да его гениальная версия рыба например когда звучат перечисления самых сильных игроков клуба скипского не очень часто называют по моему он один из сильнейших игроков будем называть чаще я просто не знаю по моему недооценивать за справедливость это прям реально же очень-очень клуб миш лобби да нам в этом смысле со стасом тяжелее немножко приходится версия лиза авдеенко группа лысых на самом деле очень хороший пакет был вопросов еще раз повторю и конечно хочется нам самим пожелать через неделю сыграть на такого уровня пакете вот ведущий не в пакетах а в чемоданах возит госпожа семёнова привет привет как тебе команда сегодня как команда косумова команда всегда хороша но что-то сегодня не повезло им немножко совсем совсем чуть-чуть да на финальном вопросе да да ну мне кажется может чуть-чуть раньше но вот на финальном прям как-то да как так все шло 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 и потом не даже не ну версии скафандр у них же не было может быть если бы это был не блиц а какой-нибудь полноценный вопрос можно было бы а или в россии бане минуту взяли у них же была минута они могли бы ее взять на последний вопрос и в принципе можно было бы наверно докрутить что что-то с полетом что то с обменированием наверное можно было не знаю сложно сказать пока у нас госпожа семёнова то есть ты пока претендуешь на финал года я думаю что конечно и остальные команды следующие команды выиграют думаю как минимум одна а скорее всего даже две команды выиграют так что в теории вероятности да но у тебя же какие-то наверное есть женские штучки какие же мне женские штучки на чем угадала что нибудь порща наварить всем знаете там что-нибудь подсыпать да нет конечно никаких штучек нету думаю что я как я уже сказала кто-то обязательно выиграет но пока просто приятно стоять и смотреть за игрой в общем правда думаю что нам сыграть не получится потому что есть очень клёвые ребята спасибо и на анастасия ой добрый вечер да добрый вечер виктор подходите вот интересно мнение анастасии шутова и виктора ситнева только что прошедшей игре она была очень напряженной и интересной виктор у вас такое же мнение есть поэт сказал да что важно чтобы поражение от победы мы не умели отличать на самом деле считаю что поражение стоит иногда и такое поражение стоит иных побед потому что было трудно но команда ну в общем до последнего боролась смотреть было интересно я я думаю что это самое главное я бы так сказал ворошилу бы понравилось спасибо настя ты хотела что-то добавить только если присоединиться потому что мне показалось что действительно именно бойцовский характер который ребята проявили в конце вот ребята греки и знатоки он отвечает команду косумова мне показывает ее класс потому что не все могут собраться даже при 5 5 или при 4 5 а тут 25 они отыгрываются они грызутся за каждый вопрос просто вот это да это класс этот уровень настоящие бойцы да настоящие бойцы и только не не боятся до последнего пытаться использовать его возможности на втором вопросе блица когда лиза кричит больше минуту в кредит и понятно что минуту в кредит на втором вопрос и блица когда это опять 5 но все равно вот как они набрасывали версии на вопрос слишком сильно много набрасывали вот мишу не слышали ой мишу не слышали возможно в этом была тоже ошибка много версии не сюда фандры уже даже не подумали я не они же не на скафандрах проиграли это очевидно что они приграли на тех вопросах где у них была версия и не выбрали когда вы версии и не было это не не то из-за чего стоит страдать я бы так сказала какой вопрос тебе показался самым красивым сегодня ну мне понравился просто про красную икру хотя я честно думал сторону хлеба тоже тесто понравился просто про коров как выяснилось мы с кимом придумали параллельно просто не кричала даже не обсуждая придумали одну и ту же версию и это вот у нас так видимо семейное это все уже ну он в общем вопросы про приспособления при использовании чего-то обычно в необычных условиях вот это все что про гонг ответили про гонг не ответили сложный вопрос сложный вопрос очень красивый то есть мне показалось наоборот что вопрос про метро был гораздо проще вот он прямо на первой секунде очень красиво образ щелкает а вот про гонг ну вот сложно и жалко да что не на финале года там он был к месту спасибо настя спасибо наталья ванна добрый вечер добрый как вам игра ну я расстроена я расстроена конечно же ну вот это вот как раз тот случай когда ты меня вот спрашиваешь иногда вот я могу тебе сказать что сегодня как раз я пыталась пробудить бабочек у себя в животе перед игрой но мне это не удалось поэтому я уже так обреченно даже написала себе записку что они проиграют к сожалению напомните телезрителям примета что если вы да если я не волнуюсь как перед игрой это игра да то значит они проиграют это у меня такая примета сегодня она оправдалась к сожалению хотя конечно я очень расстроена мне кажется что жалко что почему и непонятно почему они много мазали ну так бывает ну бывает у них мне кажется что сегодня лиза неудачно играла мне кажется что дима в день сегодня очень себя проявил мне кажется что балаш очень нервничал или был какой-то очень уставший к сожалению вот балаш сегодня молодец я его за что хвалю это за то что он рискнул на первом вопросе ответить свою версию него это бывает так не всегда у него бывает так что он все-таки себе начинает не доверять передавать версию другому ну вот а за это вот сегодня он в этом молодец но по-прежнему такая вот ошибка скользящая когда не очень слушают юлю лазарева очень хорошо что лиза осмелилась ответить с этим вопросом в примерочные взяла версию юлия это хорошо но юля сегодня по моему на два вопроса готова была ответить правильно ну и конечно скипский сегодня звездный час но он конечно очень огорчен и расстроен это я его понимаю потому что ну я же в таких случаях всегда говорю ну вот но бывает и тут ничего не сделаешь ну мы же знаем все чтобы команда блестящая команда любимая прекрасные игроки прекрасный капитан но звезды не сошлись наталья иванова вот как бы сказали прекрасные игроки мы перед игрой сделали новую рубрику в которой ругали знатоков команда косумова стала первой и вы знаете там все действительно много я сейчас скажу да много ругали говорили гадости прямо скажу откровенно наш эксперт которого я не стану называть до подсказал несколько гадостей которые можно сказать в принципе о любом знатоке но вот я даже и не думал что можно так глубоко копнуть в команду косумова как вы считаете надо ли это делать пойдет ли эта рубрика но если я не знаю сможем ли мы здесь ведь какие вещи и знаю портим и их звезды в этот момент или нет этого я не знаю стоит ли делать такую рубрику но если это объективно если это на пользу если это как бы попытка предостеречь или помочь или обратить внимание на то что вдруг может произойти ну мне кажется тогда ничего плохого а если это ругань ради ругани ну тогда я этого не понимаю нет мне кажется что самое главное целеполагание ради чего если просто ради формы то тогда не стоит а вот если если предостеречь а предостеречь любого человека всегда в чем-то можно найти в чем надо ли сделать это публично или лучше сказать это знатоку наедине но вообще существуют разные приемы я конечно предпочитаю говорить наедине но если я понимаю что до человека это не очень доходит то тогда я считаю что полезно публично потому что тогда задумаются и другие рядом стоящие и они тоже об этом подумают во первых они все равно оценят права ли я что тоже имеет значение и если они решат что я права то они помимо меня будут еще долбить этого человека в том что я сказала поэтому мне кажется что здесь по-разному на результат до на результат коня ну а как ну это всегда главный результат а для чего все остальное делать конечно ради результата ну хочется сказать что ради результата любые приемы хороши но конечно все таки пределы существует знаете не надо человека надо стараться все-таки его оскорблять он он должен задуматься а не должен быть обиженным потерянным или потерять вообще ну многие ну не хочется говорить смысл жизни но во всяком случае обижать его не надо он должен толчок саморазвитию и его надо заставить думать ну так же как и нас все и меня в том числе понятно наталья он 29 лет сегодня как программа обосновалась здесь нескучном саду скажите вот когда вы с ворошиловым нашли вот этот домик который сейчас у вас за спиной а вы сразу поняли что здесь надо играть нет ну конечно не сразу конечно не сразу потому что домик здесь внизу же пруд и там моржевались и зимой и летом разные люди и они когда поднимались после того как они окунались прорубь они поднимались сюда в домик и здесь пили кофе домик стоял заколоченный вот поэтому просто дело в том что форма как бы я вообще вот я в последний ну я всегда апологет этого последние дни особенно мне кажется вообще весь успех любого мероприятия зависит от пространства пространство диктует все можно называть дизайном как угодно я говорю пространство не важно потому что это может быть и сцена в театре это может быть и концертная сцена и дома именины и в саду какое будет действие происходить поэтому сам домик своей формой вот этого круга плотности при которой можно услышать в третьем в четвертом ряду без озвучки то что происходит за столом вот это как бы было посылом ну и потом конечно навеяло такое все равно вот ощущение это было зимой когда мы сюда попали это был снег это все было запорошено за снежина это было очень красиво и шумно очень не слышно вот было запорошено и и то есть это было очень красиво и вот это вот ощущение как бы пушкинских времен дома вот этого круга да вот это все наверно навевала да ведь и пушкин заходил сюда в тридцатом году со своей невестой натали и пушкин заходил сюда и а вот там если через овраг то там вообще он очень часто ездил к цыганам туда тоже там цыгане пели плясали там были всякие рестораны ну и потом буквально в 100 метрах отсюда была дача у натальи петровна голицына и про образы пиковой дамы да и да все таки существует такая легенда что здесь в самоварной играли во всякие игры не будем озвучивать вот поэтому да ну это хорошее место у вас 5 числа был день рождения я вас поздравляю знаю что вы терпеть не можете букеты я не я люблю букеты я просто мне я не люблю когда я очень люблю цветы я вообще люблю и ворошилов это знал я люблю цветы но я люблю когда цветы стоят в вазе когда они собраны в букет в красивый когда я не люблю когда цветы стоят в ведрах в лежат в ванной по всему дому разбросаны как бы что-то в вазах, поэтому я просто прошу, я просто всех прошу, на следующий год, если доживу, я просто повешу приказ, чтобы принесли по одному цветку, кто захочет, и по тому цветку, который он сам любит. А вот большие букеты, которые потом приходится распихивать по дому, и которые теряют эстетику в том, что они стоят в банках, в ведрах, в ванной, и вообще во всяких сосудах, мне это не нравится, я начинаю огорчаться. Тогда я еще до приказа. А, молодец. Вот это молодец. Поздравляю. С тебя начнем. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Борис Белозеров, здравствуйте. Мы с вами сегодня уже виделись. Да, виделись. Как вам, Борис, игра команды «Балаша-Косума»? Грустная игра. Я слишком хорошо понимаю то, что сегодня произошло, потому что предыдущая игра была примерно такой же, когда команда хорошая сильно взяла себя и утопила. Вот такое бывает, к сожалению. Вот очень обидно. Мы сделали с своей стороны все, что могли, и очень поддерживаем ребят, и продолжим их поддерживать. Вот. Ведущий вам намекнул, что нужно болеть за команду Дениса... Я, честно сказать, не очень... Ивана Жаркевича. Ивана Жаркевича, да-да, вот эти замечательные оговорки. Я, честно сказать, не очень понимаю даже логику ведущего. Ну, то есть, зачем нам болеть, если по логике ведущего мы против них будем играть, типа, еще много лет, зачем нам болеть за наших конкурентов? Дружить, дружить с ними. Ну, господин ведущий как бы нарочно как-то конфликты между командами иногда провоцирует, иногда нет. Нет, у нас нет никаких проблем в общении с командой Ивана Жаркевича, вот. Просто я не очень понимаю, зачем заострять на этом внимании. Ну, они появились в клубе уже, как бы, ну, закрепились в клубе, все, все их уважают. Че, мы-то здесь при чем? Они такая же команда, как и мы, как команда Косумова, Мухина, как команда Андрея Козлова или Константина Рудера. В общем, как любая другая команда, и я, честно сказать, не очень понимаю, почему именно мы должны как-то именно с ними взаимодействовать. То, что мы близки по возрасту, таких команд тоже много. Вот, я полагаю, что вот... Самая близкая команда. Ну, окей, в плане, мне кажется, что команда Жаркевича по возрасту примерно в среднем между нами и Аленой Повышевой, вот. И еще там команда Лен Патанины тоже не очень старая. Так что, ну, в общем, я не вижу в этом особенной важности, и мне было немножко удивительно. А так, я думаю, что в скором времени будут какие-нибудь совсем новички, вот, которые действительно молодые, потому что мы-то все уже не очень молодые. Будете за них болеть. Спасибо, Борис. Вот. Юлия Эльман. Да. Добрый вечер. Да. Добрый ли? Добрый ли, да. Привет, да. Ну, расскажите, такая борьба была у вас на последнем раунде, последний вопрос Блиц-турнира, но не смогли. Вот что вы чувствуете? У вас столько было поражений вот уже в последний момент, вы, наверное, уже привыкли. Поражений в последний момент? Да. А сколько? Я не помню, сейчас не готов. Мне кажется, это было скорее без тебя в команде. У нас было много поражений в последний момент еще до того. Не знаю, я злость сейчас чувствую, вот скорее даже не огорчение, а прям злость. То есть на кого или на что? Да ну, на себя всегда, как всегда, вот. Ну и на то, что не получилось. К середине игры, ну, если про себя говорить, я как будто бы к середине игры включилась, и не с самого начала. И с этим надо работать. Вот, мне. Нет, Эльман, скажи, ты садился играть в Супер Блиц уже без того страха, что прежде? Все-таки уже выигрывал? Нет, ровно то же самое. В смысле, абсолютно такие же ощущения, ничего не меняется от того, что уже выигрывал. Я даже не могу сказать, что спокойнее был в этот раз, потому что был другой счет или что-то такое. Нет, Супер Блиц. Все разы, которые я играл в Супер Блиц в своей жизни, я всегда примерно одинаково себя чувствовал. Очень красивый вопрос про звук гонга, который в клубе, по-моему, никто не ответил. А вы как считаете? Ну, вот в самом начале вопроса, когда дважды даже прозвучало имя человека, который так считает, отметила про себя, что он индус, и потом уже просто так много слов в вопросе, что забываешь про это, наверное, надо было повторить в начале. Ну, вопрос такой, на него сложно ответить, как мне кажется, наверное, один из самых сложных вопросов в игре. Есть настолько образный, там очень много деталей, при этом он сверхобразный. Это всегда самое сложное сочетание, когда тебе рассказывают. Да, сверхобразный, про какую-то вещь, которая в игре у нас есть, да, то есть, ну, наверное, не включились, не доперебирали то, что еще есть в зале, не разобрались. Вернемся в весну, была пятисотая игра, 21 апреля, Эльмана, ты получил свою первую хрустальную сову. Я попрошу показать сейчас кадр вручения. Ты, телезрители заметили, показал сове язык. Что это значит? Да, я не обратил внимания, серьезно? Мне кажется, не знаю. Ну, то есть, может быть, это что-то интуитивное было изнутри, что, ну, наконец-то, наверное. Я, честно говоря, первый раз это слышу. Надо пересмотреть. Я пересматривал, да, серьезно прям. Вам понравилась песня, премьера песни Дианы Арбениной? О, это хороший вопрос, потому что так совпало, что я как раз последние пару недель много слушаю именно русскую музыку в машине. У меня долгое время было, когда я слушала больше англоязычную музыку или джаз, и у меня последние две недели это как раз русский рок и очень много Дианы Арбениной именно и ночных снайперов. Так что я переслушала несколько альбомов, и это было хорошее попадание. Да, мне очень понравилась музыкальная пауза. Я ее, видимо, пересмотрю. Такая вот грустная песня. Она не настроила вас неправильно на финальную часть игры? Да нет, вроде бы наоборот. В финальной части еще хоть как-то пытались играть, мне кажется. Нет, нет. Мне кажется, эмоции не бывают в этом смысле грустные или веселые. То есть они хорошие или плохие, скорее так. Очень красивая Диана Арбенина и прекрасная песня. Да, мне очень понравилась. Вот нам принесли предметы. Пожалуйста, бумеранг. Ну, я не знаю, что тут... А скафандр тоже? А скафандр тоже есть? Где скафандр? Скафандр, нет. Господин Авдеенко не здесь, да? Да. Ну вот такие замечательные... А икра? А икру съели, к сожалению. У нас очень много людей на площадке. Ну, мы все поняли. Да. Ну, вы с помощью клуба взяли, да? Да. Когда был вопрос о глазах, о глазах. Я не помню, была у вас версия на этот вопрос? Мне кажется, нет. Нет, не было. Хотя, опять-таки, вот такой эффект бывает, что на самых-самых первых каких-то миллисекундах я подумала, что это похоже на глаз. А потом уже, когда начинаешь крутить это в руках и понимаешь, что вот это подходит сюда, ну и как-то вообще я на вопросы про животные, про приспособления довольно сильно выключаюсь, поэтому нет, не придумалось. Но да, вначале это было похоже на глаза, прям довольно очевидно. Ну, очень вовремя я... До сих пор интересно, зачем вот это. Ну, то есть есть версия, что это просто осталось отсюда, и не выбрасывают же, да, но интересно. Я должен сказать, что перед игрой мы ввели новую рубрику, где наш неназванный эксперт жестко критикует знатоков, играющую команду. Команду, которая будет играть, да? Интересно, так. Да. Я очень надеюсь, что вы ни на что не обидитесь, но... Это вот с нашей игры сейчас? Да, с вашей игры. Хорошо. Значит, обзоры появились, понятно? Да. Неназванный эксперт, да? Пока неназванный эксперт. Хорошо. Так что я прошу вас сразу не обижаться, но послушайте, потом скажите, через неделю, если мы увидимся, ваше мнение. Хорошо? Да. Будем стараться. Договорились. Спасибо. 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 Спасибо, Миша. Очень много слов поддержки. Мы, значит, скажем, что у нас в комментариях и передаем вас слова. Андрей. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Что вы хотите сказать по поводу этой игры? Нет, вы лучше спрашивайте. Мне, когда вы спрашиваете, мне больше нравится. Да, вам больше нравится? Ну, вот смотрите. Все игры 8 декабря, кроме самой первой, которая была в 90-м году, были проиграны знатоками. Ну, я в такую нумерологию не верю. А во что же вы верите? Ну, в такую нумерологию точно не верю, во всяком случае. Во что вы верите, это хороший вопрос. Вот сегодня, видите, опять поражение, но вы в это не верите. Команда очень боролась, как вы любите. Вы любите, когда знатоки борются, когда игра идет до 6 очков, они это помнят. Когда у них предложение взять минуту в кредит на втором вопросе Блица, при счете 5-5, когда ее брать нельзя, но все равно это идея. То есть они боролись, они хватались за край. Все, как вы любите. Вы должны, в принципе, сказать, что вам очень понравилось. Так вот, по логике вещей. Да? Или вот я вижу, вы думаете, что ответить, значит, не все так однозначно, господин Козлов. Да, и самое главное, что я думаю, не что ответить, а что я могу себе позволить ответить. Я редко думаю о том, что я могу себе позволить сказать. В интернете рамки шире? Нет, нет, нет. Это кажется. Нет, мне не понравилось. Что именно вам не понравилось? Мне не понравилось, как команда играла. Мне не понравилось. Я не знаю, почему. Вернее, у меня есть свои мысли по этому поводу, но я не готов ими делиться. Вам конкретные раунды не понравились? Или вот вся игра? Нет, мне игра понравилась. Вот давайте не путать. Не понравилось, как играла команда? Да, это другой разговор. И мне грустно. Это моя любимая команда, я этого не скрываю. Я более тонко спрошу. Вам понравилась передача или игра? Ну, передачу я вообще не видел. Передачу видели телезрители. Я видел игру. Тут разница между телезрителями и человеком, который находится в зале. Игра мне понравилась. Понравилась. Результат мне не понравился. И я огорчен тем, как играла команда сегодня. И, кстати, господин Сиднев сказал минут 15 назад, что Ворошилову бы понравилось с его точки зрения. Ну, я не готов сказать, чтобы понравилось Ворошилову. Сидит сейчас телезритель, смотрит на нас, на вас, и думает, ну, что Козлов имеет в виду? Козлов такой зануда сегодня, да. Я как зануду у вас в трансляциях сегодня еще больше. Ему игра, он говорит, понравилась, но команда... Игра команды. Игра команды не понравилась. А игра кого тогда вам понравилась? Играла же команда? Ну, играла команда, но она играла в игру. Жень, это сложный вопрос, я не знаю, можно ли так это просто объяснить тремя словами. Но между тем, как играла команда и какой была игра, далеко не всегда есть прямая взаимосвязь. Команда Аскерова проиграла со счетом 6-0 в свое время. 6-0 они проиграли. Да. Но игра была великолепная. Причем здесь это? Команда играла безобразно. Ну, при чем здесь это? Просто я привожу пример, что не всегда, как играет команда и какой была игра, это совпадает. Игра была, да, игра была. Была интересная игра. Может быть, даже захватывающая. Какой эпизод вам понравился в игре больше всего? В игре команды Аскерова? Нет, сегодняшний. Ну, мне понравилось, как закончился раунд с цифрой 0. Не как процесс шел, а когда было объявлено и как команда обрадовалась. Вот эмоционально это очень сильное впечатление произвело. Нет, эмоционально производит очень сильное впечатление ошибка с икрой, ошибка с поездом. Если говорить эмоциональное, давайте сюда пройдем, если говорить эмоциональное ощущение, то это очень эмоциональные, очень сильные эмоциональные моменты. Поэтому, ну, как бы, Жень, я не готов, видимо, анализировать игру команды, я вообще не готов быть анализатором сегодня совершенно. Потому что это моя любимая команда, а говорить про недостатки любимых людей, в принципе, всегда не хочется. Когда будет играть ваша команда, мы, кстати, ввели новую рубрику, где ругаем знатоков. У нас есть эксперт, не названный пока, который очень жестко критикует. Вот когда ваша команда сядет за стол, я думаю, про вас мы тоже что-нибудь скажем. Да, это на здоровье, сколько угодно. Это с большим удовольствием потом послушаем. Спасибо, Андрей. Спасибо. Лиза, Дима, Надя, Миша, Юля, Юля уже была. Ой, Лиза, ну... Нам плохо. Да, нам стыдно и плохо. А за что стыдно? Ну, вот принесли бумеранг, вот можете подержать. Настоящий бумеранг из черного ящика. А за что стыдно? Ну, за то, что проиграли. Стыдно проигрывать. Ну, просто, ну, стыдно проигрывать. Это совершенно нормально. Вы считаете, что проиграли так, что стыдно? Нет, стыдно показывать. Ну, то есть, ну, конечно, мы играли плохо, да. Конечно, мы много не выбрали, мы много не поняли, да, из версии своего товарища по команде. И это плохо. То есть мы, да, все индивидуально неплохие игроки. Но наша сила как раз в том, что мы хорошо друг друга понимаем. А сегодня мы не понимали. И когда Лиза говорит поезд, никто не кричит, вот, да, 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 точно, точно. Когда я говорю икру, никто не кричит, да, 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 точно. Ну, то есть вот не щелкает, да, и вот... То есть с рыбой-то бог ты с ним, да, очень скучно просто, да, отвечает рыба. Хотя, конечно, тоже можно было бы подумать. Ну, тринадцатый сектор же, ну, мало ли загадок, вот. Малайских. Это любых народных загадок, да, версии, ну, как-то разных народов, да, разные фантазии, образы. Но вот стыдно за то, что командной игры было не так много. И почти все равно почти получилось. И вот тоже обидно же, да, что вот натурально почти получилось все равно, да. Несмотря на все ошибки, мы можем, 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 можем. И вот это вот, ну, ощущение же, да, оно в тебе растет, что вот да, почти, вот еще чуть-чуть, еще чуть-чуть. И облом, вот прям, он очень болезненный, потому что он, вот он самый, да, вот. Шажачки от победы, да, 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 да. Несмотря на не самую качественную, пожалуй, игру. А вот вопрос про глаза на крупе, да. Ну, ты же биолог. И что? Ну, я же... Тебе не встречалось это в практике? Ну, это же не биология, какая-то дикая ветеринария. Путешествие скорее. Ну, да, ну, нет, я... Кир помог, спасибо ему большое. Нет, я про такую, кстати, историю не читал. Балаш говорит, что он, вот, слышал, когда ему сказали, да, вот... Ну, да, я тоже так уже задним числом вспоминаю, что это практикуется где-то, но... Ну, нет, да. В обратную, то есть, вот, отказаться от того, что это копыто, уж так похож вырез. Очень, очень, конечно, за икру прям обидно, вот задним числом, прям обиднее всего, наверное, за икру. Похож в этих штуках вырез на копыто был, что вот отказаться от копыта очень сложно. Мне кажется, перед... Ну, то есть, почему мы должны были... Потому что это глаз, а не копыто, да, совершенно непонятно. Балаш к нам присоединился. Балаш, тебе тоже обидно? Ну, конечно, очень обидно. Да, обидно, ну, два вопроса, конечно, обиднее всего за поезд, что Лиза придумала в самом конце, Эльман озвучил. Ну, там я виноват, что посоветовал другой. Ведущий сбил Эльмана, да? Ну, это работа такая у ведущего. Ну, потом, правда, подсказал на... На вопросе про примерочное. На вопросе про примерочное. А икра, конечно, тоже обидно очень. Ведущий оба раза добился чего хотел. Хотел сбить, сбил. Хотел подсказать, подсказал. Податливая команда, а? Сделал как, да. Ну, возможно, мы просто понимаем, что от нас хотят. За 12 лет в клубе, конечно. Жаль, очень жаль. За рыбу не обидно, за всё остальное обидно очень. Ну, и последний, я всё думаю, взяли за минуту или нет, это скафандр. Скафандр сложно для меня, конечно, да. Но сложновато, да. Как вы цеплялись, как вы боролись в этом последнем? То, что боролись, на самом деле, честно, для меня неудивительно. Я знал, что мы до пяти дойдём с помощью волчка. Он выбирал всё время, я один сантиметр не дотянул в конце, чтобы не Блиц был, да. Чтобы не Блиц был, да. Ну, там ещё непонятно, что лежало. Ну, там можно было минуту в кредит, там всё. А тут вот так близко подошли. За скафандр, конечно, обидно. Обидно? Обидно, что вот чуть-чуть. Обиднее всего мне за икру, наверное. Что чуть-чуть? Обиднее всего мне, наверное, всё же за икру, потому что... Не заброси, там прям я виноват. Господин Козлов сказал, что ему игра не понравилась. Да я здесь неправду, ты говоришь. Ну, зачем ты врёшь? То есть, наоборот, игра понравилась, да. Ну, вот что же происходит-то с историками и с историей, и с историей, если... Я тебе говорил это три минуты назад, и ты уже здесь перевираешь. Я оговорился, Андрей. Я когда сказал, что игра мне понравилась, как играла команда, не понравилась категорически. Именно это я и хотел сказать. Он сказал другое совершенно. Оговорился. Он мне стал расспрашивать, пересказом содержания предыдущих серий, мне стал запрашивать, как такое может быть. Я говорю, ну как. Когда Хаскеров проиграл 6-0, игра была суперинтересная, а играла команда ужасная. Но, Жень, ну я уже всё говорил. Мне ребятам хочется пару слов сказать без камер, если можно. Вы будете их бить? Нет, за что же. Я ему сказал, что искать виноватых не надо. Ну, вы потом можете в трансляции увидите. Я заберу уже, вы закончили? Спасибо. Я вас заберу, ребят. Уважаемые телезрители, посмотрите фрагмент интервью Дианы Арбениной, которую моя коллега Александра Крюк взяла у неё сразу после музыкальной паузы. Диана, добрый вечер. В первую очередь хочу сказать вам огромное спасибо за сегодняшнее выступление. Наши телезрители вас просто обожают. Это приятно. Вы не замёрзли выступать? Нет, мне никогда не холодно, когда я играю. Я так понимаю, что у вас сегодня премьера песни «Секунду назад», которую вы исполнили. Расскажите про эту песню. Как она была придумана? И наши подписчики интересуются, кому она посвящена? Ну, я не пишу песни кому-то. Просто это чувство. Это чувство, и это то, что каждый из нас испытывает в тот или иной момент жизни. А написана она была в апреле, что ли? Ну, то есть это весенняя такая песня. А это весенняя песня, премьера сейчас, да, только? Нет, я её спела в июле на свой день рождения, а потом вот мы достаточно долго искали аранжировку, и вот нашли её, и вот сегодня действительно первый раз исполнили. И как ощущения? Да, классно. Я просто рада очень. Тут дело в том, что со мной мои дети, поэтому частью мозга я думаю про то, где они там или там уже, или где они, может, уже где-то в лесу, я не понимаю. Вы их нашли? Да, конечно. Да, нашли. А когда у вас концерт? И есть ли на него ещё билеты? Кстати, да. Мы как раз её будем играть 14-го числа, это февраля, день всех влюблённых, между прочим. И она очень попадает в настроение всего концерта, и я вас приглашаю 14-го февраля, мы играем в ВТБ, ВТБ-арена, вот этот новый зал, классный зал, я была там на концерте 21 Pilots в прошлом году, в феврале, кстати, сказать, они играли, по-моему, второго, что ли, или первого, и я так влюбилась вообще в этот зал, и думаю, надо мне здесь сыграть. Ну и вот 14-го мы будем это делать. Спасибо вам большое, я была на вашем концерте в Лондоне, если вы помните, лет, наверное, 5 назад, это было очень круто. Прикольно. Ну, мы, кстати, давно были в Лондоне, и мы собираемся и в Лондон, и в Шотландию, в частности, поэтому здорово. Класс, спасибо вам большое. Вопрос про нашу игру сдам, смотрите ли вы её, и какая ваша любимая команда? Понимаете, в чём дело? Я не хочу выделять какую-либо команду, я не хочу их обижать. И я могу сказать так, что я всегда болею, пусть прозвучит очень, может быть, сейчас откровенно, и очень слишком откровенно, но я всегда болею за маленькое количество умных людей. Понимаете, как хотите. Мне всегда близки те люди, которые стоят особняком, и которых действительно нужно поддерживать, потому что их априори меньше. Спасибо вам большое, приезжайте к нам почаще. Вас очень любят наши телезрители. Спасибо. Спасибо. Итак, в завершение я напомню, что 5 декабря состоялось вручение премий в номинации 50 легендарных брендов нашей страны. Газета «Комсомольская правда». Голосовали за эти бренды более 5 миллионов читателей, и программа «Что, где, когда» вошла в список 50 брендов. Перед игрой мы показывали фрагмент вручения. А после вручения ведущий и режиссер-постановщик нашей программы Борис Крюк дал небольшое интервью о том, как он относится к игре «Что, где, когда» и что, по его мнению, изменилось за последние 5 лет. Пожалуйста, фрагмент. Внимание на экран. Мне кажется, самое главное, чтобы было интересно самому заниматься, тогда, наверное, интересно и смотреть остальным, как ты с интересом этим занимаешься. Я себя развлекаю, если честно. Что касается изменений за 5 лет, я думаю, что это в первую очередь в новых лицах молодых знатоков, которые появляются и себя проявляют. Команда «Белозерова», сейчас новая команда «Жаркевича», они постепенно чувствуют себя на равных с магистрами. Мне кажется, это самое интересное, когда молодежь прорастает. Я считаю, что с чего менять? Вы понимаете, в чем дело? Что значит «менять»? Каждый новый вопрос, каждая новая команда – это отдельный фильм, отдельная серия, которую я придумываю каждый раз. Я на каждую игру придумываю 15 вопросов, 15 сценариев. Я готовлю, что будет, если так, что будет, если так, и так далее. Поэтому давайте мы с вами изменим, будем треугольным мячом играть в футбол. Почему мы все время кругом? Но это же такого уровня изменений. Есть форма, внутри которой уже понятно, с чем надо работать. Футболисту надо работать с тактикой, с физической выносливостью, с игровым мышлением, точно так же и с датаком, и телезрителем. И мы как бы вокруг этого и крутимся все время. А еще господина ведущего спросили, а почему же наш игровой зал настолько мал? И почему мы 29 лет уже играем вот в этом домике в Нескучном саду? И посмотрите, что он ответил. Внимание! Вы понимаете, в чем дело? Но по законам психологии, когда тесно, значит, все туда хотят. Зачем убивать этот имидж? Жарко. Это мы же... Знаете, если вы хотите, чтобы вам было хорошо, поезжайте на море, под пальму, и там будет хорошо. А здесь специально это сделано, как бы это часть формы. Мы заканчиваем трансляцию и встретимся через неделю. Не забудьте участвовать в нашем конкурсе. Как я смотрю игру «Что, где, когда». Нужно было во время игры записать небольшое видео. Собственно, посмотрите правила конкурса, они на экране. Присылайте, и лучший ролик победитель будет выбран перед финалом года. И мы пригласим его сюда, к нам, в Нескучный сад, где уже 29 лет обитает программа «Что, где, когда». Спокойной ночи, до свидания, и через неделю встретимся. Пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»